Такой совместный рейд уже второй по счету. Он выполнялся в рамках программы проверок строительных объектов на соответствие градостроительных норм, а также требований к качеству выполняемых работ. У нас были замечания по организации пункта мойки колес об устройстве территории бытового городка строителей, информационных счетов, которые являются обязательными. Было выписано предписание. Организации, допустившие нарушения, их вовремя устранили. Но главной причиной выезда на строительный объект стали жалобы жителей близлежащих населенных пунктов. Вопросы были подняты жителями. Это что мусор, грязь выносится, незаконное строительство дороги, вырубка деревьев. Это все основное. Стройка проходит прямо напротив дома Елены, жительницы деревни Мисайлова. Она рассказывает, что строительство активно ведется и в ночное время. Прожекторы светят как днем, даже шторы не помогают. И от бесконечного шума просто невозможно заснуть. Шум болгарки непосредственно. Или там что-то колотит, какие-то металлические звуки. Один раз упало что-то так сильно, что дом затрясся. Ухудшилась криминогенная обстановка. У нас появились валяющие шприцы, у нас появились какие-то ампулы вокруг домов. В то же время у нас стали появляться на участках чужие люди. То есть они забираются. И что-то, наверное, для чего-то непросто. Так я понимаю. Много лета жители просили заасфальтировать в деревне дорогу к домам. Осенью прошлого года администрация сельского поселения Молоковская выполнила наказ. Но той же осенью началась стройка. И рабочие, которые проводят бурение земли, разрушают все то, что сделано. Таскают грязь. Это вот сейчас просто сухая погода. А так тут невозможно ни проехать, ни выехать. Полотно дорожное разбивается. Мы уже тут вот гоняем-гоняем. Через стройку их не пускают. Ругаются, говорят, что нас нельзя. А тут дорога местная. Езди, пачкай, делай, что хочешь. В ходе рейда были выявлены многочисленные нарушения, связанные с выбросом мусора. Составлено четыре административных штрафа, которые переданы в прокуратуру для дальнейшего принятия решения. Теперь эта стройка будет находиться на постоянном контроле у соответствующих служб. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Елена Кошелева. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова